Несколько автобусов с радикалами задержали во Львове. Напомню, вчера возле Львовского облсовета произошли стычки. Радикалы, по данным полиции, их было около 400 человек, штурмом взяли здание и сорвали сессию. Пострадали 11 полицейских и журналистка местного телевидения. Удалось ли найти организаторов? Узнаем от Галины Якушко. Три автобуса с радикалами, причастными к штурму Львовского облсовета, полицейские задержали вчера вечером в центре города. Правоохранители выяснили, зачинщики беспорядков приехали из Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областей. Теперь почти 70 участникам полиция вменяет хулиганство. Удивительно, но в захвате админздания их не подозревают. Якобы в полицию не поступило заявление от областных властей, хотя о проведении акции радикалы сообщили заранее. Так, как бы они хотели сделать шоу, и в соответствии, даже для своих принятых решений, Мирская рада не оскорбила в суде, ничего не сделали для того, чтобы обмежать проведение данной акции. В мэрии не отрицают, что получали заявку на акцию с использованием пиротехники, но не объясняют, почему не запретили ее проведение. Еще более странным выглядит заявление полиции о том, что они не нашли организаторов вчерашних беспорядков. Сегодня под зданием областного совета очередной митинг, и участники те же из национального корпуса АЗОВ, правого сектора и Легиона Свобода. Требуют продлить мораторий на продажу земли и национализировать активы России в Украине. Перед зданием установили палатки. Палатка наши активисты, то есть те активисты, которые были в ночь, они сейчас высыпаются, разговаривая. Может, какие-то розничные? На жаль, не могу признать. Может, она какая-то перетехника? Какая перетехника? Мы люди честные, у нас нет ничего. Завтра в областном совете очередная сессия. Участники акции заявили, в этот раз силового захвата здания не планируют. А вот областные депутаты уже обратились в полицию с просьбой усилить охрану. Галина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова